Друзья, всем привет! Ну что, закончился у нас большой этап по строительству вот этой вот пристройки, если ее так можно конечно назвать, пристройка она больше на дом похожа, сейчас ставлю вам небольшой ролик, стою на том же самом месте снимал, как все начиналось. Начинаем сегодня объект новый, смотрите здесь достаточно будет интересный, будем пристроить пристройку вторым этажом полностью, то есть здесь вот будет 4 метра, туда 11 метров, еще в дом уйдем на примерно на 3 метра, то есть получается 7 на 11 метров будет пристройка, вся кукушка снесется, возможно сейчас еще посмотрим, если позволят стенки дома и там вскрытие произведем, посмотрим обстановку, возможно пристройка станет в 3 этажа, то есть такой же полноценный этаж будет вот здесь вот по этому контуру, то есть будет пристройка, ну полноценная пристройка на втором этаже, еще мансардную пристройку сделаем на третий этаж, то есть вскрытие покажет. Так вы поняли, что мы все-таки после того, как демонтировали вот эту кукушку, которая здесь была, поняли, что есть возможность построить полноценный второй этаж, мансардный третий, вот собственно получился такой вот вид снаружи, сейчас давайте обойду со всех сторон. Напомню, кто еще не видел, здесь получилось у нас 7 метров и в ту сторону 11 метров, вот небольшая вот ставка, как это все выглядит ночью. Кстати насчет освещения, вот эти вот 4 фонарика вот с одной стороны и с другой стороны точно такие же, это покупали с Leroy Merlin, самые простые светильники по 380 рублей за штуку, то есть вообще недорого и вот такие вот эти вот светильники, они по 1200, то есть уличные фонари, то же самое в Leroy, то что можете поискать примерно, диапазон цен такой и обычный провод, вот здесь вот мы провели под сайдингом, там внутри здесь есть интелляционный брусок между стенкой дома и сайдингом, то есть мы засунули внутри и вот провели по G-профилю, поэтому проводов здесь не видно. А вот здесь вот если сильно приглядеться, там провода как бы идут, но поскольку они белого цвета, так же как и белые софиты, поэтому тоже в принципе если особо не знать, что там идут провода, то особо незаметно. Дальше здесь вот эта водосточка металлическая, сайдинг, деки лимон. Так, пойдемте внутри, скажу, что у нас получилось. Давайте расскажу вот насчет лестницы, во-первых, смотрите, здесь была лестница, вот это вот видите, односкатная, так скажем, примерно угол наклона здесь, ну, наверное, 45 градусов, то есть если поднимаетесь по такой еще какой-то более-менее, но вот спускаться из-за того, что по оси как бы ступеньки становится меньше, нога, ну, ступами, пяткой, соответственно, будут ступеньки всего лишь сантиметров там, по 12-14 сантиметров, где-то получается очень неудобно, то есть как бы лестница вообще никуда не годится. И вот в связи с этим было принято решение, вот выпилить вот здесь такой новый проем, и получится так, что вот со входа, где мы входим с крыльца, здесь будет место окна, дверь, соответственно, вот здесь вот будет поворот такой лестницы, вход, дальше подниматься, дальше вот сюда вот уже человек будет заходить, то есть на второй этаж. Какой еще важный момент по лестнице, что приезжали как бы люди на замер, как-то думали, что все-таки что-то подскажут, потому что здесь, смотрите, какой момент, здесь вообще был пол полностью, идея была такая, чтобы минимально выпилить проем под, ну, под удобную, комфортную лестницу, чтобы можно было подниматься, максимально оставить пол, то есть задумка какая, что потом еще вот с этого второго этажа подниматься на третий, вот сейчас как эта лестница стоит. Лестничники, в принципе, кто не приезжал, никто подсказать не мог, то есть, в принципе, заказчик вот сам вот сел, подумал и принял такое решение, что надо сделать так. И потом, что здесь будет делаться, то есть после установки лестницы, потом уже сформируется вот эта вот консоль, на которую будет уже на консоль устанавливаться лестница со второго на третий этаж, то есть тоже еще, в принципе, концепция непонятна. Мы оставили балки, то есть вот так, как есть, они не зашиты, не утеплены, соответственно, потом эти балки как-то вырежутся уже именно под чистовой проем, под лестницу, то есть в каком месте оно будет, куда он будет смещаться. И уже исходя из этого уже финального проема, как подскажут, но если подскажут или опять придется, конечно, самим это все делать, будет уже понятно, какой здесь будет сформирован окончательный проем и уже будет выпиливаться и вторым этапом уже делаться лестница на третий этаж. После установки перегородки, когда у нас вот здесь будет все зашито, стойки стоять, то обязательно с одной стороны нужно будет обшить вот точно так же, как здесь сделано, плитным материалом. Это как раз все делается для того, чтобы была жесткость у дома. Теперь смотрите, значит, какие у нас есть, вот были ограничения по планировкам и, в принципе, почему здесь вот именно какие-то стены уже стоят, какие-то стены просто вот пока только столбы. В общем, смотрите, здесь суть в чем, что у нас вот здесь, поскольку длина вот это вот 7 метров, соответственно, ну, конечно, балками нам нельзя перекрыть просто этот пролет просто так, соответственно, где-то нужно ставить подпорочную стену. И здесь мы еще привязаны именно к балке, которая идет. Вот здесь вот оканчивается стена дома. То есть, видите, вот этот вот брус, он вот так вот идет во всю длину. Соответственно, вот это вот у нас несущая стена, к которой мы жестко привязаны. Соответственно, на нее нам надо обязательно поставить вот этот вот каркас, который, собственно, и будет подпирать перекрытие третьего этажа. Мы еще непосредственно привязаны к стене, которая идет вот здесь вот. То есть, вот эта стенка у нас тоже стоит, вот эта пристройка, на которой я стою который раньше была крышей здесь заканчиваются стенкой соответственно во всю длину идет но так вот по всей длине соответственно вот эта стенка у нас тоже приятно позам ставить туда стенку можем ставить вот сюда стенку дальше планировка уже в принципе зависит от этих вот двух стен еще какой момент потому что у нас какой в этом есть нюанс они у вас принципе в том что вот эти стенки вот эта стена вот эта стена и вот эта стена они в принципе не параллельны друг другу то есть диагонали здесь нет ну примерно там сантиметров наверное на 15 если вот так вот померить от того угла до этого угла то есть здесь как бы не прямой прямоугольник почему это так сделано потому что мы не можем стенку за но вставить на воздух мы жестко к этим стенкам которые уже имеются по конструктиву у нас вот эти все стенки они сделаны 150 доски 150 на 40 перекрытия вот эти вот все не 200 бизнесе 250 какой еще здесь момент поскольку вот эти стенки они и просто перегородки они еще конструкционные соответственно смотрите они еще обшиты плитым материалом для чего это нужно у нас в доме нету ни одной укосины вот этих укосины нас нету то есть стенах ни в какую стен нету косин почему их нету потому что у нас все обшито плитым материалом то есть у нас наружу стены обшивка 12 миллиметров и все кто пишет что не знаю почему вот люди кнешься не разбираются в вопросе но я вам прикреплю сейчас вот вы увидите на экране что в своде правил написано либо укосины либо плитный материал то есть тут нету и обратите внимание что можно делать одно или другое обязательно еще момент плитный материал он держит примерно с коэффициентом там 2 и 3 а то и 2 и 7 жестче чем укосины из-за того что в них намного больше крепежа то есть прибиваться листы грузби видите с каким шагом саморезы гвозди от видите 10-15 сантиметров по всему периметру по всем стойкам соответственно такой вариант держит диагональную жесткость намного лучше чем укосины поэтому имейте ввиду что не нужно делать и укосины и плитный материал лучше сделать прям плитный материал это буржащий и надежней так дальше у нас вот изнутри это просто это пароизоляция и проклеиваем скотчем вот момент еще смотрите вот бывают бутиловый скотч не скотч а лента ведь она такая то есть клеится она вовнутрь между панельными а бывает еще скотч который клеится сверху то есть вот он такой на стыке двух полотен пароизоляции мы здесь взяли доску естественной влажности тут конечно возникает вопрос как доска естественной влажности но все бы конечно хорошо взять доску доску сухую конечно там и нам удобнее работать ей и по технологии положено строить из сухого леса но только что-то никто не говорит что она стоит в два раза дороже то есть понимаете что нас часто пиломатериал ушел там примеру на 300 тысяч соответственно если взять сухое сухую доску то это надо заплатить как бы 600 вопрос очень-очень такой спорный конечно очень круто придерживаться всех технологий там взять все материалы все там по снимкам все по гостам как это все положено только вот тогда и цены умножайте ровно на 2 на цену вашего строительства и какие связи с этим как бы есть ограничения смотрите что нужно будет сделать сейчас у нас будет подведено отопление первым делом и вот это помещение сразу же станет отапливаемым соответственно нужно будет через время после того как это начнется дом протапливаться примерно там через месяц нужно просто понаблюдать то есть третий этаж у нас в принципе вообще нет пока без отделки остается а здесь только черновой гипсокартон нашивается то есть что будет сделано нужно будет просто в каком-то месте потом там через месяц через полтора после того как бы включено отопление просто в каком-то месте посмотреть как себя чувствуют стойки если все будет хорошо то есть там не появится никакой грибок ну все супер значит ничего не появится и в дальнейшем и все будет хорошо если какие-то начнутся там потемнеть потемнение там на древесине надо будет просто на это обратить внимание самом крайнем случае придется вытаскивать усыплитель но это прям в самом-самом крайнем случае сушить стойки но лучше конечно это сделать сейчас потому что вставляйте когда будет чистовая отделка уже полностью зашиты там обои поклеены и все остальное то есть насколько это будет печально но скажу вам так что вот в принципе 100 заказов которые мы выполнили сухую доску брали всего лишь там пять человек то есть принципе у нас в россии вот с уверенностью скажу что все строят из доски естественной влажности и в большинстве случаев проходит все нормально дальше покажу что у нас на третьем этаже сейчас расскажу вам про перекрытие есть пароизоляция изнутри помещения к этому вопросов дальше идет у нас доска и вот смотрите теперь то же самое объясняю что требует производитель от производитель требует сверху по рекомендации пленки там утеплители делать вот здесь вот должна быть пароизоляция но мы пароизоляцию делать не рискуем потому что опять же все из-за того что доска естественной влажности то есть вот представьте у нас есть пол с вами дамы вот застелили доски снизу сверху сделали пароизоляцию и что у нас получится мы просто не даем не оставим доски никакого шанса чтобы пар мог выйти соответственно большая вероятность того что доска начнет преть поэтому производитель конечно когда дает рекомендации но там еще чтобы эти все рекомендации в идеале работали там понимаете не все так просто нельзя просто вот взяли доску зашили пароизоляции с двух сторон и все супер нет нужно прям обязательно чтобы соблюдались еще куча дополнительных условий ну то есть нашим вот конкретном случае должна быть сухая доска так теперь дальше смотрите вот здесь все у нас пароизоляции изнутри помещения вообще в принципе вы когда вот стоите всегда везде должна быть сделана пароизоляция ну и скотчем все проклеено касаемо установки окон и как как бы правильно их сделать то есть вообще в идеале перед установкой окна вообще куда вы еще вот у вас рама стоит сначала нужно проклеить по периметру окна лента с пленкой и дальше вот эта часть лопуха она перехлёстывается вокруг стены и также уже с пароизоляцией на стене приклеивается к стене но тут момент во первых сейчас зима во вторых когда до этого мы брали вот эту вот ленту ее очень трудно приклеить то есть на видео это все конечно круто все когда в помещении там приклеивают в тепле получается что до контур такой закрытый полноценные все супер сделано конечно наверняка тут еще как обычно это бывает нужно подобрать правильного производителя именно по вот этой вот ленте которые по всему периметру окна приклеивать скорее всего есть но там более дорогие какие-то бренды известные которые вот прям держат намертво здесь этого не сделано потому что не знаю какую ленту брать прямо правильно и чтобы смонтировать в зимнее время тоже не все так просто поэтому здесь придерживаемся плана b то есть приклеены видите скотчем именно к доске все герметично максимально потом здесь будут вставлены сэндвич панели пластиковые но естественно подоконник пластиковый который не будет пропускать пар то есть вот максимально как можем огородимся от пара чтобы он не выходил на на улицу дальше смотрите по перегородкам здесь в принципе тоже видите с одной стороны обшиты usb листами а эти у нас перегородки они у нас тоже конструкционные они держат у нас ну из-за того что вот плитная обшивка имеется они держат дом чтобы анутов по этой оси не ходил и вот с этой стороны тоже самое поддерживаю что по этой оси тоже не ходил в право-влево естественно здесь вот еще вот эта перегородка она все продлится до конца здесь будет полностью вот так вот комната пойдет до конца здесь пойдет кому-то до конца ну вот эта перегородка тоже потом дошлется то есть мы эти перегородки сделали потому что они у нас имеют конструкционное решение то есть они держат жесткость дома дальше еще смотрите один момент видите у нас здесь окно такое вставлено конечно временно это имитирует просто лючок чтобы была возможность залезть наверх посмотреть в каком состоянии стропила в каком состоянии утеплитель здесь в принципе то же самое почему мы его сделали чтобы это как просто как ревизия сейчас первое время но все тоже в принципе причины одни и те же из-за сырой доски чтобы понаблюдать как вот этот вот весь холодный чертак вообще в каком состоянии как он просыхает и чтобы если что-то случится там сверхестественное была возможность какие-то принять меры здесь вот на втором и на третьем этаже где я стою будет сделан теплый водяной пол то есть здесь какая ситуация на эту дюймовку будет зашиться сначала слой фанеры будет сделан потом будет сделано будет вставлен на пенопласт мат и пенопласта специально для укладки трубы дальше будет сделана труба и дальше уже будет сверху ложится чистовое покрытие через опять сначала плитный материал потом чистовое покрытие то есть если вам будет интересно можете написать я как-нибудь попробую напроситься когда здесь приедет монтажника теплых полов принципе могу для вас заснять если вас вас вам интересно именно монтаж теплых водяных полов в каркасном доме без стяжки напишите как-нибудь на прошусь съезжу приеду от сниму для вас материал тут есть еще как бы второй вариант по устройству полов это что делается это нужно продаются продаются такие пластины то есть вместо этих матов пластиковых продаются пластины сделается сначала обрешетка под трубу вот типа вот типа такой обрешетки с шагом она делается потом вкладывается металлическая пластина вот сюда но естественно не такой большой расстояние здесь примерно 5 сантиметров делается там два с половиной чтоб труба могла влезть и потом вот эта труба так прокладывается вдоль вот этих вот всем решетки и потом уже сверху опять чистовое покрытие то есть тоже как бы два варианта исполнения кому может быть не будет интересно как все этапы здесь выполнялись производились работы ссылки на все предыдущие части я оставлю в описании что можете принципе посмотреть самого первого дня здесь вела съемка достаточно подробно максимально рассказывал что можно было тут такие моменты обращать внимание отдельный привет хочется передать нашему заказчику всей его семье очень способствовали строительству во время оплачивали материал там всегда приезжали какие-то вопросы решать на месте здесь то есть было приятно работать с такими заказчиками все остались довольны всем желаем таких заказчиков так что друзья если у вас есть какие-то вопросы обязательно подписывайтесь на канал обязательно вопросы давайте пишите в комментариях будем будем отвечать на них